МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Татнефтьэнергосервис активно внедряет новые технологии и оборудование. Стимулом является увеличение производительности труда и усовершенствование рабочих мест. Большое внимание в компании уделяется подготовке персонала, его профессиональному уровню. Разработаны стандарты технологических алкоголей. На этом мы не останавливаемся и совместно с профильными учебными заведениями, исследовательскими институтами проводим научную работу. Также действует у нас аукцион бизнес-идей, то есть развитие таких современных видов, как краусолсинг, бережливый производство позволяет нам уже обсуждать, то есть выявлять проблемы, принятие и решение проблем, подача идей, и участвует большее число наших, как и заказчиков, так и наших работников. За последние пять лет внедрено около 148 видов оборудования и технологий, доказав свою эффективность. Только в 2013 году высоко квалифицированными специалистами успешно внедрено 32 вида. Для снижения аварийности и приведения подстанции к единому стандарту в 2010 году были начаты работы по внедрению блоков микропроцессорной защиты. К преимуществам блоков БМРЗ относятся более гибкая логика, высокая чувствительность и надежность, широкий диапазон рабочих температур от минус 49 до плюс 60. Блок имеет функцию самодиагностики и в случае выхода из строя передает аварийный сигнал на диспетчерский пульт. Это позволяет контролировать состояние и производить при необходимости замену блока. В качестве источников оперативного тока на подстанциях применяются блоки питания цепей управления и автоматики. Они являются независимыми источниками питания, поддерживающими работоспособность устройств РЗА и коммутационной аппаратуры, даже при полном погашении подстанции. На сегодняшний день на подстанциях ООО «Татнефть» электромеханическая РЗА и А заменена на микропроцессорную на 95%. На 53% заменены БПЦУ и А, их установлено 112. В первом полугодии 2014 года планируется завершить монтаж БМРЗ на подстанциях. Начато внедрение вакуумных и элегазовых выключателей 35 кВ, обладающих высокой степенью быстродействия, удобством эксплуатации, отсутствием использования трансформаторного масла. Это снижает необходимость частых обслуживаний, обеспечивает необходимый уровень пожарной безопасности, улучшает экологию. На сегодняшний день на подстанциях произведена замена более 620 выключателей, что составляет 76% от общего парка коммутационного оборудования данного класса. По темпам внедрения 100% замена будет осуществлена в течение 4-5 ближайших лет. Ежегодно до 41% отключений происходит по причинам, связанным с грозовой активностью. Для защиты оборудования подстанций с 2002 года начато внедрение ограничителей перенапряжения. И на сегодняшний день укомплектованность подстанций составляет 100% необходимого количества ОПН-35-110 кВ. В рамках реализации программы энергосбережения в период с 2009 по 2013 год изготовлены и смонтированы 263 КТПС с однофазным трансформатором. Это позволило существенно сократить потери электроэнергии за счет снижения мощности трансформатора и эксплуатационные затраты на техобслуживание, текущий и капитальный ремонт на 17% или 5 млн 890 тыс. рублей. Экономический эффект от программы внедрения КТПС и повторного использования КТП при вводе скважин из бурения с 2009 по 2013 год составил почти 20 млн рублей. Оборудование по диагностике методом регистрации частичных разрядов позволяет проводить диагностику изоляции кабельных линий, не разрушая ее. Высокая потребность в данном оборудовании обусловлена тем, что это является методом неразрушающего контроля. Выявление частичных разрядов происходит на ранних стадиях развития и локализует точное местоположение. Уменьшаются затраты заказчика при повреждениях и восстановлениях кабельных линий. На сегодняшний день данным методом испытано более 250 кабельных линий. Разработана программа по их замене. Внедрение технологий и новой техники поднимет на современный уровень надежную и безаварийную работу электроэнергетического оборудования, стремительно расширяя горизонты будущего.